Уважаемые садоводы, здравствуйте! Вчера мы открыли виноград. Как только растаял снег, мы открыли виноград. И он был закрыт очень просто. Поверх пригнутых к земле лос мы разбрасываем, расстилаем пленку полиэтиленовую обычную. Сверху ботва. Это может быть ботва картофеля, помидора и других. Растительных остатков, которые у вас есть на огороде. И в обратном порядке мы снимаем укрытие. Но вначале мы, как видите, в теплице в середине марта ее закрыли полиэтиленовой пленкой. Снег растаял. Снега в этом году было очень много. И за теплицей, здесь вы не видите, но там видно, что еще за теплицей лежит снег. А, кстати, сегодня 12 апреля. И вот сейчас что мы будем делать? Ну, во-первых, я вначале соберу все гостинцы, которые мы раскладывали мышам. Вот видите, это яд, который на всякий случай под пленку мы разбрасываем. Чтобы, если, не дай бог, какая мышка попадет сюда, мы ее накормим ядиком. Но сейчас вот этот вот весь яд надо убрать. специально идем по рядочку. Здесь вот у меня трехлетние саженцы. Вот видите, вот опять ядик. Мы его аккуратненько лопаточкой с небольшим количеством почвы забираем. Вот видите, саженцы винограда пригнуты. Лозы к земле, чтобы легче было ему было зимовать. Как видите, все лозы сухие. За один день они высохли. А они, собственно, были все сухие, даже когда мы открыли. Бытует у некоторых неопытных садоводов мнение, что под пленкой виноградная лоза сапреет. Это неверное утверждение. Я уже закрываю свой виноград таким образом много лет. И поверьте мне, весь виноград прекрасно себя чувствует. Сейчас я вот пройдусь. Эту работу я буду делать уже без вас, без сопровождения камеры. Вот видите, везде лежат эти гостинчики. возле каждого кусточка. Один брикет. Можно было, конечно, и реже, но мы немножечко перестраховываемся. Вот. Сейчас мы под кусты винограда будем... Вот видите, вот они ходы мышки. Значит, была все-таки мышь здесь. Была. И вот здесь даже свела себе гнездо. Ну, похоже, она тут и осталась в норке. То есть, все-таки гостья у нас на винограднике была. Значит, наш труд оказался не напрасным. То есть, не зря мы перестраховываемся. Ну, эти брикеты достаточно дорого стоят. Но благополучие виноградной лозы, ее будущий урожай, они все-таки более важны, чем стоимость каких-то брикетов. И вот сейчас я подхожу к кусту ежевики и на нем продемонстрирую, как приблизительно были закрыты наши виноградные лозы. Ну, вот смотрите, куст ежевики. Он закрыт пленкой. Сверху была ботла. И сейчас мы посмотрим, раскроем его и посмотрим, что же там внутри такого интересного происходит. Как этот куст ежевики перезимовал. Берем краешек, стрясаем земельку и потихонечку. Сейчас мы... У меня помощника сейчас нет. Нет. Но я думаю, что мы без помощника справимся. Вот так вот. Смотрите, даже зеленые листочки хорошие. И сейчас фотосиньки сразу и начнется. Вот видите, как на веточки была наброшена пленка. Вот, веточки все зеленые. Под веточки была подложена деревяшка. Так, сейчас мы еще будем основательно всю эту пленку. и рассмотрим все более подробно. Видите, какая у нас богатая почва. Очень много червей. Это говорит о том, что наша почва здоровая. Все в ней благополучно. Ну и осталось только убрать кирпичный поддол. Стряхнуть листья. Сейчас мы оберем поддон. Так, было бы очень хорошо, если бы у меня был помощник. Ну, все помощники сейчас на обеде. Вот. Ну, то, что то, что куст ежевики себя чувствует великолепно, это сразу видно. Ну, здесь сейчас надо будет поработать с секатором, вырезать от плодоносившей ветви, которые как у малины. Вот, старая плодоносившая ветвь. Даже видно, что у нее вот они латералы, ягоды вылезли когда-то. мы ее вырежем и оставим только то, что зелененькое. Видите, уже почечки здесь набухают. Фотосинтез начинается сразу после открытия. Такая яд очень рано начнет плодоносить. Мы кусту придадим культурный красивый вид. Пусть сейчас немножечко он обсохнет и он вновь летом станет героем нашего сюжета. Всего вам доброго, здоровья и до скорых встреч! До встречи!